Дорога на замке. Улица Пушкин, что в центре города, вероятно, единственная, по которой движение ограничено искусственно. Как давно там поставили заграждение, мало кто помнит. Известна улица тем, что на ней располагается здание правительства региона. С инициативой открыть проезжую часть для всех автомобилистов выступил ивановский адвокат Оскар Черджиев. Он направил официальное письмо губернатору Станиславу Воскресенскому. Смысл в том, что мы просим отменить решение его предшественников и открыть для жителей города, для свободного сквозного проезда улицу Пушкина. Потому что в настоящее время неудобно с проспекта Шереметьевского переехать, например, на улицу Крутицкая. Потому что вот эта улица Советская, она односторонняя, а здесь на Арсения вечером после пяти часов люди, ну, как бы, фактически движение осуществляется в один ряд. Первая попытка ивановского активиста восстановить полноценное движение по Пушкину провалилась. Два года назад он подал в суд на муниципальные власти. Однако Фемида его иск не удовлетворила. Затем, чтобы движение транспорта осуществлялось по правилам, следят сотрудники ГИБДД. Правда, вносить серьезные изменения в дорожную схему не могут. Собственником дороги улицы Пушкина является администрация города Иваново. Соответственно, принимать решение об изменении организации дорожного движения находится в компетенции у администрации города Иваново. И если граждане желают изменить организацию дорожного движения на данном участке уличной дорожной сети, им необходимо обратиться к владельцу дороги, а именно в администрацию города Иваново. Под контролем муниципальных властей находятся более тысячи дорог общего пользования. Для принятия решения об ограничении движения по той или иной улице мэрия может созвать межведомственную комиссию. Дороги общего пользования, они предназначены движением неограниченного круга леса. Поэтому ограничение прекращения движения вводится в четко регламентированных случаях. Временное ограничение прекращения движения вводится при капремонте реконструкции автомобильных дорог, при неблагоприятных погодных условиях, при проведении массовых мероприятий, а также в период пиковых нагрузок транспорта в праздничные и предпраздничные дни. Что именно из перечисленного применимо к улице Пушкина, ответить сложно. Адвокат, отправивший письмо главе региона, надеется, что власти, если не откроют движение, то хотя бы объяснят, почему закрыли. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.